Открытый поэтический конкурс «Пасадская лира», который организует библиотека имени Горловского, ежегодно собирают как уже вполне состоявшихся поэтов, лауреатов международных конкурсов, так и только начинающих свой путь в поэзии. Стихотворения участники конкурса читают самые разнообразные. Большие и не очень, грустные, романтические, патриотические, философские. Все они для поэтов прекрасный способ высказаться, поделиться своими мыслями с другими. Поэзия вечная, и благодаря поэзии люди становятся ближе. Когда человек не может высказать свое слово, то на помощь всегда приходит рифма. И это замечательно, потому что, как показывает мировой опыт, и не побоюсь этого слова, опыт конкурса «Пасадская лира», людям легче выразить свои мысли именно поэтическим словом. Для достижения максимальной объективности оценки, жюри конкурса рассматривает стихи поэтов анонимно, под номерами, без указаний, имен и фамилий. Я уже второй раз сужу этот конкурс, первый раз в 2016 году. Мне показалось, что в этот раз поинтереснее были работы. Некоторых авторов мы выделили, и особенно детей некоторых. Я специально их личными наградами награжу. Для них приготовлены интересные призы, потому что я тоже детский автор, у меня есть тоже оригинальные издания. Ну и запомнились, конечно, отдельные произведения всех авторов, практически которых наградили. Там, где чувствуется искренность, стремление к откровенности, сказать то, что в глубине души сокрыто, вот это самое важное. А там все эти жонглирования словами, умничания, это, в общем-то, допускается, но ни к чему, на мой взгляд. Мне не хватило немножко гражданственной лирики, потому что мы живем в обществе, которое разодрано противоречиями, в том числе и социального, такого имущественного плана. Есть очень бедные, есть очень богатые. Вот эта тема как-то, она оказалась в стороне. Может, в следующий раз. А ведь это не должно быть на публицистическом уровне, но на образном уровне это можно же показать, вот это, перекосы в нашей жизни. Поэты сегодня совсем не такие, какими мы их привыкли представлять. У них нет ни беретов, ни перьев, ни кудри, ни слез. Но всегда есть горящий взор и желание высказаться. Закат с окна снимает мер, В этом году в конкурсе «Пасадская лира» участвует много детей. Почему тебе нравится писать стихи? Люблю этим заниматься. Люблю их читать, потому что люблю о чем-то рассказывать по стихам. А на какие темы все-таки больше нравится писать стихи? Что-нибудь про войну люблю писать, про деда люблю писать. А теперь я в школе много нового узнал. И, пройдя на уроки, я, конечно, и сказал, скоро Новый год придет. Я желание загадаю, чтобы ты жил, был всегда, бед и горести не зная. Юные поэты сочиняют стихи отчасти из любопытства, отчасти по природной склонности к творчеству. Сочинительство для них сродни рисованию, лепке, пению. Стихами они иллюстрируют яркие впечатления жизни и свои сильные переживания. О, сколько судеб вы спасли! И сколько матерей молятся Богу, чтоб жизнь хранила вас всегда, и свет вам освещал дорогу. На встречу вам бегут и пламя, и огонь, а рядом каждый день надежда и удача. Профессией такой, отважной и земной, гордитесь все с улыбкой, не иначе. Среди поэтов, решивших принять участие в конкурсе «Пасадская лиры» Татьяна Рудковская, учитель русского языка и литературы. В Сергиево-Пасадской 11-й школе она работает с сентября прошлого года, а в Подмосковье она приехала из Ялты. На конкурс Татьяна представила стихотворение «Шлейф лета», в котором сравнивает природу Сергиева Посада и Крыма. «Здесь оно немножко другое. Здесь, во-первых, такие меня удивили деревья, зеленые, высокие, травы зеленые. Ну, у нас летом, конечно, свои есть преимущества. Это море, это совсем другая растительность. Ну, летом она, конечно, когда не дождей, она пересыхает все. Ну, не такая зелень, как здесь. Ну, мне кажется, здесь дышится легче. Я была в мае в Ялте, но я думала, что, может быть, я там уже и останусь. Как бы ностальгия была такая, но я там побыла недельку, и я уже не могла без Посада. Я с радостью сюда вернулась». В результате призовые места распределились следующим образом. Приз памяти Владимира Сосина получила Нина Козлова и Сергея Посада. Приз памяти Владимира Смолдырева достался Ирине Коробейниковой из Карганды. Приз памяти Анатолия Чикова присудили Ольге Сорокиной из Твери. В номинации «Новое имя» победу одержала Татьяна Рудковская. Лучшим юным поэтом признана шестиклассница Светлана Власова. Молодежного пегаса оседлал Владислав Кузба из Москвы. Венок славы взяла Вероника Верещетина из Смоленска. А победителем турнира поэтов стала Николь Кесберь из Сергея Посада. Ирина Самойлова, Татьяна Трушкина, Сергей Власов. День города.